Дорогие друзья, мы планируем в Санкт-Петербурге, в принципе, как это всегда было традиционно, провести четвертый психоанатический конгресс, потому что уже пора, уже давно мы его не проводили, и я думаю, что у нас получится провести его ближе к апрелю, и Олег Георгиевич, может быть, подробнее расскажет о тех партнерах, с которыми нам удастся сделать это в этот раз, и предварить этот конгресс мы хотим также циклом методологических вебинаров, собственно, о новых психоанатических разработках. Ну да, времени с прошлого конгресса прошло достаточно много, все-таки несколько лет, сколько годика, три, по-моему, да? Три-четыре. Да, где-то так. Ну, здесь пандемия, все остальное этому мешали, хорошему проведению, но, тем не менее, уже пора, потому что за это время накопились новые направления, я бы сказал бы, что психоанатика начала сейчас становиться все более и более востребованной. И разного рода направления действительно возникают, по большому счету. И то, что у нас происходит, это следует обсудить, и подходы, которые у нас возникли за это время, и вариации психоанатических методов тоже нуждаются в обсуждении, безусловно. Когда мы говорим о том, с чем мы сейчас собираемся работать, с кем мы дружим, скажем так, ну, сейчас установились хорошие контакты с теми, кто занимается исследованием сознания. В частности, очень может быть, что лаборатория исследования сознания будет нашим партнером по поведению этого психоанатического конгресса. Очень может быть. Есть несколько организаций в Москве и в других городах, которые тоже готовы в это включиться. Сейчас, поскольку потребность в управлении сознанием со стороны самого человека, а не со стороны внешних факторов, она возрастает, то естественно, что интерес сейчас возрастает в психоанатике. Поэтому, я думаю, что с этим мы будем работать сейчас. В отношении вебинаров мы сталкиваемся сейчас с проблемой, даже не с проблемой, с задачей разработки всего массива техники, с которыми мы работаем. Для меня техническая сторона всегда важна. Я всегда говорю, что моя зона – это технология, по большому счету. Но за это время возникли совершенно самостоятельные направления, которые следует обсуждать. Несколько авторов пишут книги, которые будут выходить, я думаю, где-то в следующем году. Три-четыре книги по тематике и психоанатике будут изданы у нас. Вот эти вот моменты. А в вебинарах надо обсудить вот эти вот тонкие проблемы, которые возникают на грани нашего исследования. Смотрите, у нас начинается работа со знанием. Я бы сказал, что начинается все-таки. А науке о сознании ведь нет. Вот есть психология, она использует обычный инструментарий, который есть в науке. А для работы со знанием нужны другие инструменты. Вот их следует разрабатывать. Я думаю, что вот те направления, которые сейчас не будем преувеличивать, которые зародились, они должны привести в качестве одного из результатов не только техники, не только технологии, но и действительно ту специфическую науку о сознании, которая сейчас не существует. Не существует, потому что те принципы определения истинности, тех или иных утверждений, экспериментальные подтверждения, они базируются на всем том, что можно делать с окружающим миром. А внутри нашего сознания это все не так. То есть внутри сознания вы не зафиксируете все эти колебания никакими приборами. Зафиксируете, да, это внешний мир, это даже психология, пожалуйста, сколько угодно. А вот то, что внутри сознания, оно требует уже совершенно другого подхода. То есть какого-то общего выхода на смысловые переживания, которые у нас есть. То есть это требует появления такой же общности наших сознаний, вот там, в этом исследовании, каким является общность нашего поведения, взаимодействия, наших тел, скажем так, вот в этом мире, который мы называем видимым проявленным миром. Это совершенно другие методы работы должны быть. Вот и естественно, ну точно так же, как здесь мы приходим к выводу, что какой-то феномен реален, тогда, когда он доступен наблюдению и воспроизведению, ну исследователи, которые в этом работают, точно так же феномены сознания должны быть доступны и воспроизводимы тем, кто работает там. Но это не внешнее воспроизведение. Вы это не покажете тем, кто в этом не участвует. Ну точно так же, как и в науке. Если вы не имеете отношения к физическим лабораториям, вы не сможете зафиксировать те явления, которые фиксируются в физике. Просто это внутренняя работа должна быть. Ну что же, этим всем мы будем заниматься. Так что следите за анонсами и присоединяйтесь.